Ребята, всем привет! Мы продолжаем играть в Инспектора Вафельку. В прошлой серии мы приехали в дом, в общем, в санаторий, назовем его так, где блинчик отдыхает наш коллега бывший. Вот. Уф ты, машина, игровой автомат, антенна, дилемма, и все персонажи, кубики. А почему нет? Я бы хотела поиграть, но, может быть, сейчас не самое лучшее время. Это фото Motorhome, не знаю, что такое. В пустыне. Motorhome, это, наверное, дом, это передвижной фургон. Ну, похоже на что-то, что могло бы украшать касса шиншилла, чинчилла. Но это, типа, дом, в котором мы сейчас находимся. Так. Экзит. Короче, мы должны... Че мы должны? Мы должны найти брата снежка, который выглядит прям как он, потому что, скорее всего, он сейчас сидит в тюрьме, а настоящий снежок на свободе. Здесь можно что-нибудь еще? О, пластиковая рыба. Эй! Ты че тут делаешь вообще? Да просто смотрю на вашу рыбу. Выглядит как игрушка. Это не игрушка, она моя. Ну, ладно, извините, пожалуйста. Я не могу сказать ему, что это пластиковая рыба. Это его расстроит. Я хочу пластиковую рыбу. Луи, скорее всего, очень много помогает. Очень многим помогает Смоке. Я не должен отвлекать его от его работы. Бинго! Что? Что? Что вы поняли, инспектор? А? А, да не, ничего. Просто прочитал буквы на шариках. А, бинго, скучно. Я с тобой полностью согласен. Но рыба не просто так здесь лежит. Я не знаю, хорошая ли это идея, говорить с ним, но поехали. Здравствуйте, сэр. Может быть, я могу вам с чем-то помочь? Конечно, инспектор. Мне нужна помощь по моему делу. Вашему делу? Может быть, вам нужно сначала немножко отдохнуть, прежде чем беспокоиться об этом? Если никто его не расследует, то как я верну свое потерянное имущество? Инспектор, если хотите помочь Смоке по этому делу, просто подыграйте. Это единственный способ, чтобы он не волновался. А, хорошо, спасибо. Может быть, я и смогу ему помочь. Так, Смоке, что случилось? Что вы знаете? Да ничего. У меня нет никаких идей, кто это сделал, но если бы я его нашел, мне просто нужно имя. Понял вас, я этим займусь. Вряд ли в доме, в котором отдыхают бывшие полицейские, есть вор. А Луи сказал мне, что Смоке страдает от паранойи, поэтому, похоже, это тупик. Но, может быть, я смогу немножко помочь Смоке, чтобы он успокоился. У меня есть хорошие новости, Смоке. Я думаю, что я нашел имя вора. Да? И кто это? Да? Я не... Что? Я нашел письмо от вора, и оно адресовано вам. Чего? Могу я на него посмотреть? Да, конечно. Спасибо. Хм. Что это значит, инспектор? Почему он назвал меня утконосом? Да я не уверен. А это для вас оскорбление? Я думаю... Да. Думаю, да. Посмотрите в конец письма. Эрвин. Ну вот он и есть. Ты нашел мне имя. У меня теперь есть имя. Спасибо тебе. Мне нужно посмотреть на это письмо повнимательнее, чтобы найти там скрытое послание. Я ценю твою помощь. Это было очень мило с вашей стороны, инспектор. Да, я думаю так. Надеюсь, Смоке сможет немножко отдохнуть. И если честно... Хорошо, что я избавился от этого письма. От письма? Но это... Что? Это разве не доказательство? Это разве не улика из другого дела? А. Хм. Нет. Не, я так не думаю. Но в любом случае... Не думаю об этом слишком долго. Нам нужно раскрыть дело. Так, а рыбу-то можно взять? А теперь Смоке занят своим письмом. И я смогу стащить пластиковую рыбу. И она моя. Круто. Еще одна бесполезная вещь, чтобы лежать в моих карманах. Я, кстати, знаю, куда мы эту рыбу отнесем. Потому что у нас с вами был волк какой-то. Ну, пес. И у него была удочка. Загипнотизированный. Помните? Скорее всего, рыба нужна туда. Так, у меня монета вот сюда не совалась в прошлый раз. И я узнала, что такое траут это семга. Я погуглила. А кибблс это переводится как крошки. Видимо, это какое-то название местной какой-то едульки. Короче, не работает. Фейковая монетка. Дул на картридж. Может быть, что-то еще нужно сделать с монеткой? Может, протереть ее тряпочкой? Моя фейковая монетка немножко потемнела. Я думаю, что ей не повредит, если бы я ее наполировал вот этим кусочком ткани. Во, вот так лучше. Монета была грязнее, чем я думал. Так много грязи появилось, что она, кажется, теперь более легкая в моей лапе. Теперь я могу выбросить тряпку. Ну, прикинь, все так просто было. На. А теперь монетка блестит. Может быть, машина ее примет? Первая попытка. Нет. Еще одна попытка. Снова нет. Третья попытка. Да! Ура! Наконец-таки идите сюда, мои кибблс. Но я даже сейчас не голоден. Ну, конечно. Кажется, я теперь напоминаю пятнышко. Хожу с едой в карманах. Ну, просто вдруг у меня настигнет приступ голода. Так, пойдемте рыбу туда отнесем. Нам нужно еще сходить в старый офис блинчика. И найти там какую-то связь, чтобы нам найти брата Снежка. Но сначала мы съездим в антиквари... В антиквари... Да. Магазин антиквариата, короче. Вот туда мы сейчас съездим. Вот этому чуваку нужна помощь. Так, дайте-ка я проверю, идет ли у меня запись. А запись идет, все хорошо. Так, Люшис. Люсус. На. А, рыба. Бери рыбу. Кажется, он пытается поймать рыбу. Может быть, мы должны ему с этим помочь. А как только он ее поймает, он проснется. Я однажды слышал, что единственный способ разбудить того, кто загипнотизирован, это пнуть его. Чего? Ну, между ног. Ну, мы не будем пинать случайного гражданина просто так. Ну, конечно, нет. Ну, так как у нас нет других великолепных идей, мы воспользуемся моей теорией. Давай попробуем. Дай-ка ему минутку, чтобы он понял. Работает? О, он, кажется, он немножко двигается. Да. Эй, вы меня слышите? А, да, здравствуйте. Вы кто? Привет, я инспектор Вафелька, а это Спотти. Я Люциус, и я ненавижу вас обоих. Почему? Вы были загипнотизированы, мы помогли вам проснуться. В этом-то и проблема. Я был в раю. Огромные динозаври, кости, вкусные хот-доги. Мир, полный пожарных гидрантов. Для каждого. О, а как туда можно попасть? Слишком поздно. Эта удочка не продается. Леди, я ее покупаю. К сожалению, пока вы спали, произошло увеличение цены. Да не проблема, она теперь моя. Люциус, можете сказать нам, что вы делаете в этом магазине антиквариата? Я коллекционер. Ищу товары, предметы с богатой историей. А, так вы коллекционер? Ну, типа того. На самом деле, я покупаю вещи, которые могу хвастаться перед моими друзьями-всезнайками. Картины, литературу, скульптуры. Хорошо образованный пес должен разбираться во всех видах искусства. О, хорошо, тогда у меня есть для вас вопрос. Может быть, вы сможете меня просветить. Да, конечно, сдавайте. Да, я должна сдавать? Точно? Та-та-та! Та-та! Ну, скорее всего, у меня пока нету. Я потыкаю во все, конечно, но кажется... Ну, да. Ладно. Короче, мы вернемся сюда чуть попозже. Так. Я вам музычку сделаю чуть потише. Так, мы едем сейчас тогда в участок, в кабинет блинчика. Полистейшн. Так, сюда. Какой-то мы можем вопрос задать касательно искусства. Так, блинчик приколол сюда некоторые улики и сделал снежка. И в центре... Так, ну это мы уже смотрели. Вокруг фото снежка есть много всяких улик, которые я уже знаю наизусть. Здесь есть фотографии котлетки и шанса. А здесь есть скретч парк, где мы видели снежка после того, как он сбежал. Когда я был... Ну, это мы уже читали. Это мы уже читали. А это статья о первом допросе. Так, здесь паутина. Так, мне что, не нужно в этот офис, что ли? Мы просто были уже здесь. Мы все протыкали, насколько я помню. Не работает. А вот эту фотку я ему показывала? Какой-то кот здесь. Так, а что мне делать тогда? Подожди. У меня сейчас какие варианты? Можно к пятнышку зайти. Можно к пикселю зайти. Пикселя тут нет. Но они у этого. А, здесь огромный замок, который защищает верхний ящик. Если я бы мог подобрать четырехзначный код, я бы узнал, что прячет пиксель. Но я не хочу пробовать все возможные комбинации. Мне нужно найти правильный код. Так, давай найдем. Так, я не понимаю технический сленг. Я не гик. Похоже на морзянку. Так, безделушки. В магазине я найду четырехзначный код, интересно. У меня такого нет. Он сказал, что нужно... Там очень много всего. Типа, найди мне что-нибудь, от чего оттолкнуться. Что-то такое там было. Может, поехать опять со Слежком поговорить? У меня теперь есть еда. Вафелька, что тебе нужно на этот раз? Мне нужна твоя помощь, Мока. Опять? Ну, это день полон сюрпризов. Да, мне нужен опять ордер? Какой? На кого? На едульку, которую я вытащила из автомата. Там реально есть, типа, другой ордер? Так, ладно, другой раз, подожди. Я что-то потерялась. Что мне надо делать? Так, морг. Так, ладно, это все ерунда. Поехали обратно в этот дом престарелых. В санаторий. Так, дом пушистика. Мы можем вернуться? Или здесь еще стоят эти псы и охраняют? А, Вафелька, ты вернулся. Привет, Рекс, Рокс, как дела, ребята? Я не ребята. Я тоже не ребята. Так, можно я пройду в дом Милли? Мы уже обыскали его насчет улик. И? Мы ничего не нашли. Можешь заходить. О, это мило, спасибо. Так, мы можем зайти прямо сейчас? Да. Круто. Если у тебя есть ордер. А, вот и ордер. Ну, опять этот ордер. Ну, таков закон, инспектор. Как и все в бюро, мы уважаем закон. Да, мы уважаем закон. Ой, я в окружении собакой. Это совсем не весело. Если ты хочешь пройти внутрь, тебе нужен ордер. Вот так вот. Ладно, понял. Так, я знаю. Я знаю, где взять ордер. Поехали. Сейчас, наверное, это обжора секретарша попросит у нас кибблс. Мы ей сейчас отдадим. И она нам выпишет ордер. И мы попадем в дом Милли. А, она подозрительная была, между прочим. Мне нужен ордер, чтобы пробраться в дом Милли. Это соседка Пушистика, правда? Да, так и есть. И я думаю, что она не так уж и невинна, какой пытается оказаться. А, у тебя есть доказательства? Пока нет. У меня было письмо, которое она, скорее всего, написала, но я... Да? О, это то письмо, которое вы использовали, чтобы сделать кофе с корицей. Теперь я понимаю. Спасибо, Спотти. Ты уничтожил доказательства, чтобы принести мне кофе? Ну, можно и так сказать, да. Вафелька, зачем? Нет, не отвечай. Просто возьми этот ордер. И никогда больше не проси меня ни о чем. Я не хочу оказаться в неприятностях из-за твоих глупостей. Спасибо за ордер, Мока. Скоро увидимся? Нет. Я ей не нравлюсь, кажется. А зачем нам в дом Милли еще? Смотри-ка. Я вообще про это забыла. Я просто вдруг вспомнила. Ну, типа, она же есть на карте. Значит, сюда можно съездить. Так, джентльпсы. На. Бери. Так, ладно, не так. Вот так. Вы нашли ордер, инспектор. Вам нужен ордер. Да, да, да. Вот он, пожалуйста. Держите. Спасибо. Это все? Это все. Хорошего вам дня. Хорошего дня, инспектор. И вам, полагаю. Нормально, нормально. Расследование продолжается. Дом Милли очень уютный. Похоже на большой... Не знаю, что это такое. Короче, хорош дом. Кажется, что она покинула этот дом после того, как мы познакомились. Нужно тут все проверить в споте. Похоже, уже несколько дней Милли не проверяла свою почту. Ничего интересного. Но... Письмо от Эрвина? Не могу в это поверить. Милли и Эрвин были ближе, чем я даже думал. Если бы... Если бы она мне не соврала, и мне даже было бы неудобно открывать чью-то личную почту. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Так, ну, кажется, Эрвин был влюблен в Милли на протяжении нескольких лет. Но это дело не... Не-не-не-не-не... Как это называется-то? Безответной любви. Бедный парень. Видимо, поэтому он посылал письма с угрозами своему брату. Он также сказал Милли, что он сожалеет о ее потере. Даже в таких однобоких отношениях Эрвин... В общем, сожалел... Проявлял чувства к тому, кого любила Милли. Видимо, она уехала, потому что была слишком уж замешана в жизни Эрвина и Пушистика. А может быть, потому что она не хотела быть частью расследования. Так, и письмо заканчивается тем, что Эрвин просит об услуге. Я не уверена, но, кажется, я забыл одну из своих редких карт в одной из своих книг. Забыл название книги, но там была... В общем, там, где свинья становится диктатором. Спотти, ты знаешь книгу, где свинья становится диктатором? Нет, так я так не думаю. Это смешная книга. Не думаю так, нет. Ладно, если я хочу ту карту... Я хочу ту карту, но я не знаю ничего о классической литературе. Мне нужна помощь. А я знаю, у кого мы помощь возьмем. Я знаю, у кого мы помощь. Так, труба. Теперь я могу узнать, что именно Милли сжигала в ночь убийства. Давай-ка посмотрим, что здесь. Любовные письма? Это все любовные письма? Но они не от Пушистика, интересно? Кажется, Пушистик был ее любовником, но кое-кто так же с ней флиртовал. Вот это скандальчик. Ну, теперь я знаю, что эти письма от Эрвина. Так, пойдем выйдем наружу. Сейчас сразу поговорим с псом. Так, мы в Эрвинс Билдинг едем. Так, подскажите мне книгу, пожалуйста. Люциус, можете нам рассказать, что... Да, ну это я... Я ищу книгу. Главный герой там, это диктатор свинья. О, это легко. Книга называется... Скоттный двор, и написал ее Орвайлд. Это одна из самых знаменитых книг в мире. Обычно в школе проходят. Вот, возьмите записочку с названием. Ну, просто, чтобы вы не забыли. Спасибо. Не судите меня. Я больше прочитал комиксов, чем классическую литературу. Ну, я уверен, что вы не знаете, кто такой, например, Снежный Тигр. Легендарный супергерой, который... Образ которого был вдохновлен одним из лучших законников Кэттауна. Первое издание было отлично оригинальной историей. И там же было первое появление Гэкстера. Господи, а ты хорош. Ну, не важно. В общем, я оценю вашу помощь. Всегда, пожалуйста, инспектор. Рад, что смог научить вас кое-чем. Короче, типа, он и в комиксах разбирается. Он вообще во всем разбирается. Он пес всезнайка. Так, поехали тогда обратно. Сейчас сразу эту книгу найдем. Так, книги. Тут есть книги в тех языках, которые я не умею читать. Которые я не знаю. Милли, кажется, еще более умная, чем казалась. Спотти, как долго ты учился на Нюхача? Семь лет. Семь лет? Это в собачьих годах? Нет, в кошачьих. Я уже перевел. А, господи. Даже Спотти провел больше времени в университете, чем я. Морзянка. О, я знаю, где морзянка. Книга о морзянке. Все, что вам нужно... Все, что вам нужно, чтобы веселиться с точками и тирышками. Две сотни страниц. Да что там еще можно написать, кроме алфавита? Похоже, что это книга для гиков. И я, в общем, ее заберу. Извини, Милли, она мне понадобится в расследовании. Вы что, крадете книгу, инспектор? Беру... Беру с собой. Да, для расследования. А, ну туда ладно. Я знаю. Я знаю, где мы будем ее использовать. Так, это книги о путешествиях в страны, которых я даже никогда не слышал. Вот одна о Полоиндии. О, наконец-таки! У кого-то есть комиксы в библиотеке. Очень много снежного тигра. Ну, это мы уже знаем, да? Когда вдохновлен реальным героем. Тяжело поверить в то, что улицы были наполнены такими героями. Вот это было время. Так. Классические книги. Коллекция классических романов. У меня нет времени смотреть каждую в отдельности. И я не знаю, на какую книгу намекал Эрвин. А я знаю. А я знаю. А я знаю. Нет, подожди. Вот это. Эрвин считает, что он забыл одну из своих самых редких карточек вулболов. Книги из этой коллекции. Давай-ка посмотрим, можем ли мы найти скотный двор. А, ну вот же она. И карта внутри. Чудесно. Я добавлю ее в коллекции. Так, получим достижение Крич Фарм. Осталась одна. Или One Down. Нет, еще одна, наверное. Так, нашли, да? А все? Это все? Типа, я тут больше никуда не могу сходить. Она была влюблена, вырвена. И все? Я думала, мы тут дом этот будем шерстить еще очень долго. А мы не будем? Так, ну у меня есть книга о марзианке. Значит, я могу расшифровать послание в кабинете у Пикселя. Полистейшн, поехали попробуем. Так. Офис Пикселя. Доска. Применяй. Здесь так много символов написано. Ну вот здесь, в нижнем левом углу, кажется, азбука Морзе. Так, если я попробую расшифровать... 2-1-0-2. Ха. Я уверена, что смогу это применить. Сто пудово. Вот здесь. 2-1-0-2. Логично, что номер, который я получил в офисе Пикселя, это также код от этого замка, правильно? И ура! Он разблокирован. Так что же Пиксель прячет в своем ящике? Странное GPS-устройство, произведенное Коалой. Здесь есть наклейка. Никогда не включать. Да не волнуйся, Пиксель, я не буду. О, и здесь, кажется, коллекция карточек Вулбола. Но зачем? Пиксель ненавидит Вулбол. Определенно они не его. А также здесь есть редкая карточка среди них. Ха. Я думаю, что он не будет против, если я одну заберу себе. Так. No remorse with Pixel достижения. Особенно, если я взамен положу ему целую книгу о морзянке. Какой счастливый код. Так, хорошо. Карточку, да, мне дали? А вот это почему карточка? Почему вот эта карточка обычная не лежит вот... Понятно, ладно. Ладно, не лежит и плевать. Где мы еще не были? О чем нам еще можно поговорить? Можно поехать в тюрьму? Можно поехать... Ну, типа, со снежком поговорить? Можно еще попробовать поговорить с этим нашим блинчиком? Может быть, мы сейчас ему что-нибудь предъявим? Так-то мест, куда можно поехать все меньше и меньше. Сейчас просто еще раз послушаем, какая там формулировка была. Что он хотел, чтобы мы ему предоставили? Так, Мэллоу. Есть ли у тебя идеи, где я могу найти Мэллоу? У него был магазин в городе, продавал еду. Я его потерял, он исчез годы назад, переехал в другой город. А что он продавал, я не помню. Но это все должно быть в моем старом офисе. Может быть, ты знаешь, откуда начать. Но это у меня все было уже. Нет, у меня здесь ничего нового не появилось. Он сказал, что это все есть в старом офисе, но, типа, может быть, ты знаешь, откуда начать. Может быть, мне все-таки надо к снежку съездить еще раз? Меня пустят? Как будто я еду продавал. Можно еще в здание зайти? Там же еще есть какие-то там уборщики этот Эрвина. Я так понимаю, что с Эрвином все связано. Так, больше не хочу. А, мне больше не о чем спросить снежка. А, куда мне тогда ехать? Дом Флаффи, полицейская станция. Давай в дом Эрвина. Он нас провел. Может, Фрэнк знает? Говорит, больше не может нам помочь. А, инспектор! Рад вас снова видеть. Вы забыли отдать мне ключи Эрвина обратно. А, конечно, полностью вообще забыл об этом. Вот, держи, извини, дюк. Да, не проблема, инспектор. Так, я ему отдал ключи. И больше не могу его ни о чем спросить. Так, Абэллау все закрыла дверь такая, типа... А мы в квартиру к Эрвину больше зайти не сможем, потому что дали ключи. Кто-то выбросил мусорную корзину. Хорошо, запах был отвратительный. Хуже, чем рыба. А здесь монетка. А, нет, ключ. Кто-то обронил здесь ключ. Это маленький ключ. Я не думаю, что он подойдет к двери. Может быть, уборщик знает, откуда он. Или мы сможем найти замок сами. Может быть, вот это вот? Нет. Так, нам больше не нужно беспокоить Эрвина. До тех пор, пока мы не найдем все карточки из его альбома. Подожди, маленький ключ. Не работает. Понятное дело. Ну, давай спросим у него. Ага. Сами найдем, говорит. Ключ идеально подходит, если я его поверну. И почтовый ящик открыт. Но он пуст. Хотя здесь лежит еще одна карточка для волбола. Так, almost an ally can't получен достижение. Кажется, что кто-то хотел отдать у Эрвина, но положил не в тот почтовый ящик. Эй, что вы делаете? Вы брали почту своего друга Эрвина? Да нет, я нашел здесь маленький ключ. И кажется, что он подходит к одному из этих почтовых ящиков. Это же... Это правильный почтовый ящик, но он без наклейки. А, действительно. А я думал, что потерял этот ключ. Этот почтовый ящик сейчас не используется. Можно я заберу ключ назад? Да, конечно, пожалуйста. Очень обязан, инспектор. Так, ну и что? Кого мне еще потрогать? Так, Люциус, наверное, нам уже больше не поможет. Так, Маргарет тоже. Нашла я карточку вульбольную. Подожди, а может у меня все? У меня надо вернуться к Эрвину теперь. Мы все нашли карточки. Может в этом была? Так. Тук-тук. Нет, мы еще не все нашли. Так, ну я блинчику все свои доказательства предоставила. Та-та-та-та-та-та-та. Тоже мне теперь нужно отправиться. Раст хоум. Призон. Эрвинс билдинг. Полис стейшн. Лафис хаус. Ну, как будто бы нам нужно исследовать, что у нас в офисе у пленщиков старом. Ну, там вроде ничего не кликается. Монитор здесь есть. Сломанный монитор. Что у нас вообще есть? У нас есть магнит. Ключ какой-то. Что за ключ? Комната для допроса. Мертвые растения. Может нам нужно в комнату для допроса зачем-то? По-моему, он туда не хочет идти. Да, там некого допрашивать. Угу. Ну, может что-то... Нет, не хочешь? Может быть ключ? Да подожди. Что это за ключ? Он просто не подписан. Магнит. Еда. Вот это интересно кому? Так, записочка. Кактус. Здесь мы вроде уже все как бы взяли. Может в свой офис зайти? Так, это мы все трогали. Ящики. Ничего нельзя взять. Вид на город. Растение погибло. Спотти, чувствуешь ли что-нибудь? Нет, не чувствую. Ну, блин. Спотти, помоги. Слушай, а можешь маме позвонить? Подожди, можешь наш маме позвонить. Мам. Алло. Просто спросим, она сейчас нам скажет что-нибудь. Привет, мам. Это я. А мой милый мафелька. Как у тебя дела, дорогой? Так, хотел спросить. Так, это мы уже... У нас был такой диалог. Он говорит, что надо мыть вещи свои, стирать. Так, помоги мне с делом. Мне нужно выяснить, что был у Мэллу за магазин и где он расположен. Ну, блинчик попросил тебя проверить все в своем старом офисе. А ты просил Спотти там все разнюхать? Да блин, серьезно? А я в другом... Я в соседнем офисе нюхала. Спотти, нюхай, блин. Подожди, мы не туда зашли. Спотти, не нюхай. Хорошо, что есть мама. Спотти, нюхай. Спотти, ты чувствуешь здесь что-нибудь? Ничего особенного, но дай-ка я... Погоди-ка. Да, что-то есть очень сладкое. Высокая концентрация сахара. Ну, это, наверное, конфеты пятнышка, неудивительно. Но пятнышко не прятался здесь, пока ел. Я не думаю, что мы видели его, когда он не ел, инспектор. Да, я тоже. Ммм, давай-ка запомним это. Это может оказаться полезно. Так-так-так. Вау-вау-вау-вау. Подожди, подожди-ка. Сахар, да? У нас новая улика. Поехали тогда к напарнику. Мусочка такая, конечно, привязчивая. Сейчас мы ему скажем про сахар, и он вспомнит. Сто пудово. Спотти учил что-то сладкое. В комнате была высокая концентрация сахара. Я не знаю, этот запах. Меня не тренировали на таких запахах. Но это, скорее всего, что-то, что может понравиться котятам. Конфета или что-то типа того. А, точно, так и есть. Теперь я помню. У Мэллоу был магазин с сахарной ваты. И он расположен в Фурпойнте, если я правильно помню. Ты найдешь адрес где-то в моем старом офисе. Чудесная работа, Спотти. Действительно чудесно. Спасибо, мистер Блинчик. Запах был очень тонкий, но я пытался определить, откуда он был. Удивительно. Просто удивительно. Ты ли счастливчик, что у тебя такой напарник, Вафелька? Он все еще удивляет меня тем, насколько он хорош в нюхачестве. Это правда. Мы оба очень ценим твою помощь, Блинчик. Мы не хотим задерживать тебя, поэтому мы уже поедем. Но мне было очень приятно тебя увидеть. Это взаимно, мои друзья. Рад, что снова смог поучаствовать в расследовании. Чувствую себя хорошо. Прямо впервые за долгое время я чувствую себя собой. Когда тебе полегчает, ты должен приехать в полицейский участок. Все там по тебе скучают. Да, мы увидимся, друг. Удачи найти адрес магазина в моем старом беспорядке. Ладушки, ребятушки. А магазин мы найдем в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Если хотите поддержать канал, ссылка на Ночный Лердс будет в описании под роликом, а также в шапке канала. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.